В рейд судебные приставы выходят рано утром. До начала рабочего дня должников застать дома проще. Служба судебных приставов. Укройте, пожалуйста. Не хотят. Позвоним соседям. Соседи двери подъезда открывают, но вот за дверью должника, который минуту назад отвечал по домофону, уже тишина. На контакт с исполнителями судебных решений неплательщики налогов идут неохотно. Делают вид, что их нет дома. Большой долг в виде налога накопили и хозяева квартиры на Ясногорской. Собственников жилья застать дома не удалось. Дверь открыли квартиросъемщики. После звонка хозяйка квартиры уже через полчаса появилась на пороге дома. Обещала сегодня же оплатить долг в 45 тысяч. Если вы сегодня это сделаете, то тогда мы не пойдем сейчас описывать имущество. Если вы сейчас не можете это сделать, то мы опишем имущество в качестве обеспечения иска. В течение 10 дней можете все свои долги закрыть. Сейчас все заплатите на Севастопольскую 25, кабинет 3 привезете мне квитанцию. Почему женщина не сделала этого раньше, объяснить не смогла. И таких немало, которые только после визита приставов гасят свои долги. Мы уведомляем у человека о том, что у него есть задолженность. И в течение 10 дней, и в течение определенного времени, когда мы видим, что он не начинает оплачивать, мы, естественно, ему ограничим выезд из страны. Это действенный способ. Люди, когда узнают это, это, наверное, психологически еще действует на них, они стараются быстро все это оплатить. Вообще, визит в дом к неплательщикам – это уже крайняя мера. До того, как постучаться в дверь к должникам, налоговая по почте высылает уведомления о накопленных долгах. Извещения шлют и судебные приставы, уже после того, как возбуждено исполнительное производство. Есть долг или его нет, можно узнать и через интернет, а также в контролирующих органах. Кстати, последний срок уплаты налогов за год истек уже 1 октября. Должников просят поторопиться с уплатой, ведь в том числе и налоги от физических лиц формируют городской бюджет.